Добрый вечер! На канале Перм на РБК новости в ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Алена Кирчанова. В начале выпуска коротко о главном. Пермский инженерно-промышленный форум. Чем приками удивляют потенциальных инвесторов? Логистические компании предупредили ритейлеров и производителей продовольствия о риске срыва поставок. И работодатели будут обязаны выплачивать долги своих сотрудников. Меняется не только технологический, но и весь уклад жизни. Растут требования к специалистам. Сейчас надо быть профессионалом высокого уровня, особенно если в дипломе у тебя написано инженер. Мало просто обеспечивать работу оборудования, конструировать современную технику и машины. Надо формировать окружающую действительность. Об этом говорит и президент страны, и эксперты, которые приехали на Пермский инженерно-промышленный форум. Пермский инженерно-промышленный форум. Ведущие предприятия края собрались здесь, чтобы поделиться своими новшествами и понять, как готовить инженеров будущего. Так компания «Метафракс», крупнейший производитель метанола по всей России, представила свои уникальные разработки. «Формальдегид» – это продукт, который мы сейчас собираемся выпускать. Продукт полностью импортозамещения. В стране не выпускается. Сейчас есть проект при поддержке Виктора Федоровича. Мы попали в список Минпрома. И в следующем году будем заканчивать все проектные работы и переходить к строительству. На круглом столе кадры для Верхнекамья гости форума обсудили кадровый голод промышленных предприятий. Поделились своим опытом выхода из общей для всех ситуации. Мы как раз не перекупаем ни у кого кадры. Мы не ищем их по объявлениям в кадровых агентствах и так далее. То есть со школьной скамьи мы также проводим ряд мероприятий профориентационных, олимпиады, стипендии. Студенты губахинских колледжей регулярно проходят производственную практику на базе Метафракса. По сути идет воспитание кадров со школьной скамьи до готового специалиста. Подобный опыт компании оценили и в правительстве края. Чем отличается в том районе Метафракс, я это заметил, я несколько раз там побывал. У людей там глаза все-таки горят на предприятии. И у них хорошее настроение. Они удовлетворены работой предприятия, удовлетворены условиями, которые созданы. Особое внимание кадровой политики, поиск новых кадровых решений помогли предприятию добиться серьезных результатов на производстве. Сегодня продукция Метафракса ассоциируется со стабильностью и качеством. Сегодня Метафракс – это европейский лидер по производству метанола, его переработке и других химических продуктов. Более чем в 20 стран мы экспортируем свою продукцию практически во все континенты. В ближайшие пять лет группа компаний Метафракс планирует модернизировать производственную площадку в Губахе. Уже сейчас она приступает к строительству установки формалина номер два мощностью 90 тысяч тонн в год. Руслан Пепеляев, Евгений Гилев, Пермин РБК Авиационные и ракетные двигатели, топливная аппаратура, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции, нефтепромысловое оборудование, цифровые и волоконно-оптические системы передачи информации. Чего только не выпускают предприятия Прикамья. Перечислять можно долго, а вот химической отраслью мы можем точно гордиться. Меньше чем за век химическая промышленность сделала огромный шаг вперед. Изменилось как качество конечной продукции, так и технология ее производства. Первые едки калий на Березняковском содовом стали получать в 30-х годах прошлого столетия. Крайне небезопасным способом. Сначала был построен ртутный электролизм, но так как там очень опасные тяжелые металлы, в основном ртуть, они негативно действуют на окружающую среду, было принято решение организовать диафрагменный электролизер. При этом в способе производства гидроксида калия ртутные пары уже не выделяются. Но существуют другие минусы. Во-первых, нужны большие площади, а во-вторых, есть опасность выброса хлора. В конце 20-го века появилась новая прогрессивная технология получения едкого калия методом мембранного электролиза. Этот способ позволяет эффективно и безопасно расщеплять хлористый калий на составляющие. Хлор идет в переработку, а калийный плав, пройдя по огромной системе трубопроводов, попадает в аппарат чешуирования. Сам аппарат состоит из барабана никелевого. Вниз аппарата подается плав. На барабан подается вода для охлаждения. На барабане образуется пленка щелочи, которая охлаждается и срезается ножами. И уже чешуированный калий идет в бункер, из бункера уже на машину фасовочную. Подобная установка на всем постсоветском пространстве всего одна. Завод «Содохлорат» сделал ставку на модернизацию, повышение качества и безопасность производства. Несколько месяцев здесь работали иностранные специалисты, производя настройку сложного и уникального импортного оборудования. Они занимались именно проведением пусконаладочных работ. На сегодняшний день их здесь нет, потому что мы сами обучились, сами можем и сами делаем. Поэтому, скажем, опыт иностранных специалистов нам, конечно, был нужен. Без них нам было бы очень трудно запустить это достаточно высокотехнологичное сложное оборудование. Поэтому и они нам были нужны. На сегодняшнем этапе мы освоили полностью и справляемся полностью. Весь персонал, начиная от программистов, заканчивая упаковщиком, наш. Сегодня на заводе «Содохлорат» трудится почти полторы тысячи человек. Всего за 15 лет руководству удалось возродить производство. Объемы налоговых и социальных отчислений в бюджеты региона в 2000 году меньше 3 миллионов. В 2003-м – 67 миллионов. В 2007-м – 109. В этом уже 225 миллионов. В планах через полтора года увеличить эту цифру еще в два раза. Ритя Сбараускас, Иван Ворончихин, Пермь на РБК. Логистические компании предупредили ритейлеров и производителей продовольствия о риске срыва поставок. Из-за неготовности начать с 15 ноября работу в новой системе взымания платы «Платон» за проезд по федеральным дорогам для 12-тонных грузовиков. Около 90% транспортных контрагентов ритейлеров до сих пор физически не получили счетчики, необходимые для работы в новой системе. Рассказали коммерсанту представители двух торговых сетей. Представитель торгового дома «Интерторг» сообщил, что они были предупреждены о возможных приостановках транспортировок. По его расчетам, 30% продуктов может не доехать до магазинов и распределительных центров. Аналогичная ситуация сложилась у «Икс-5 Ритейл Групп». Транспортировку трети товаров, которые осуществляют партнеры. Собственный автопарк «Икс-5» уже подключен к системе «Платон», рассказали коммерсанту в пресс-службе компании. В одной из транспортных компаний изданию рассказали, что около миллиона большегрузных машин в России необходимо подключить к системе «Платон». А счетчиков выпущено лишь 200 тысяч, и лишь 20% из них розданы перевозчикам. Представитель компании не исключил, что уже в ближайшее воскресенье, 15 ноября, большая часть грузовиков встанет. С этого дня в России начнут взимать плату за проезд большегрузных машин весом более 12 тонн. Расчет платы будет производиться в специальной системе «Платон», регистрация которой началась с 15 октября. Премьер-министр Медведев утвердил тарифы для грузовиков. До 1 марта 2016 года они будут равняться 1 рубль 53 копейки за километр пути. И к 2019 году возрастут до 3 рублей 73 копеек за один километр. За неоплаченный проезд или отсутствие счетчика предусмотрен штраф в размере 5000 рублей для водителя и 450 тысяч рублей для юридических лиц. Платные парковки в Перми должны появиться к маю 2016 года. В настоящее время мэрия приступила к созданию сайта для водителей, с помощью которого последние могли бы получать информацию о свободных местах и оплачивать услуги. В Перми создадут специальный интернет-портал, посвященный платным парковкам. На сайте можно будет увидеть карту парковок, видеть их примерную загрузку и информацию о том, сколько стоит оставить автомобиль в этом месте. Подобные сайты будут действовать во всех крупных мегаполисах, в которых будут введены платные парковки. В частности, в Москве почти 80% водителей оплачивают подобные услуги через такой портал. Самый экономичный способ оплаты парковок, поскольку он позволяет фактически онлайн принимать решение о том, когда человек начинает парковку, когда прекращает. В отличие от этого способа оплаты, например, оплата через паркомат не подразумевает какой-то возврат. А здесь, например, человек может встать, оплатить два часа парковки. Ситуация изменилась, он отреял только один час парковки, он может на свой виртуальный счет вернуть средства. Созданием и обслуживанием сайта займется сервисная компания, которую предстоит отобрать в ходе торгов, которые состоятся в декабре-январе. Портал должен заработать до появления платных парковок, которые планируется запустить к лету следующего года. Кроме того, администрация Перми разрабатывает виды абонементов на права пользования платными парковками. Скорее всего, они будут рассчитаны на 10 и 20 дней. Их действия распространятся с понедельника до пятницы. За исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Андрей Вылежнев, Артур Сафин, Мариам Амарова, Перми РБК. Работодатели будут обязаны выплачивать долги своих сотрудников, составляющие менее 25 тысяч рублей. Согласно новой инструкции Федеральной налоговой службы, выплаты в бюджет организации будут производиться за счет зарплаты сотрудников. В случае, если задолженность гражданина перед бюджетом менее 25 тысяч рублей, ее должен погасить работодатель за счет зарплаты задолжавшего сотрудника. Соответствующее положение включено в новую инструкцию Федеральной налоговой службы о взыскании задолженности у физлиц, которая оказалась в распоряжении газеты «Известия». ФНС изданию подтвердили наличие документа. Как отмечает издание, документ утвержден заместителем руководителя ФНС Дмитрием Григоренко и уже вступил в силу. Кроме работодателей, согласно инструкции ФНС, долги за гражданина обязаны выплачивать и другие организации, начисляющие ему стипендии или пенсии. Возмещение также будет производиться за счет выплат организации гражданину. Информацию об адресе работодателя налоговики будут получать из пенсионного фонда. В течение 10 дней после поступления информации о задолженности на адрес организации будет направлен исполнительный документ о взыскании денежных средств. В 60% российских ресторанов и кафе сотрудники подворовывают продукты. Согласно исследованию Федерации рестораторов и ательеров и компании «Эксперт-разведка», в большинстве предприятий общественного питания в 94% присутствует корпоративное мошенничество. Что любопытно, занимаются хищениями как рядовые сотрудники, в том числе официанты и бармены, так и менеджеры среднего звена. Впрочем, большого убытка для ресторанов мелкое воровство не представляет. Однако эта проблема в России существует еще с начала 90-х, и в кризис количество исчезнувшей еды только увеличивается. Каждый десятый сотрудник общепита забирает еду домой, добавляет ресторанные ресурсы в свои обеды на работе, а также, стоя за баром, иногда не обделяют себя казенным алкоголем. В гостиницах такое мошенничество встречается чуть ли не у каждого второго работника. По данным исследования, на предприятиях общественного питания работает три типа сотрудников, 10% из которых являются клептоманами. Для них кража еды – своеобразный спорт. 80% работников, как правило, не выносят еду из заведения и не едят ее, потому как налажен контроль и система безопасности. Еще 10% аккуратно и честно работают. Согласно исследованиям Фрио, в большинстве ресторанов и кафе, столкнувшихся с корпоративным мошенничеством, утверждают, что уровень продовольственных убытков набирает обороты. Рост составляет примерно 50% ежегодно. И это была вся информация на сегодня. С вами была Алена Кирчанова. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова